Город Нахапитян Владимир, ты сказал, что можно шутить? Нужно Хорошо, дважды чемпион КВН 92-го Оставайте Я из старых армян, мы ее основали в новых армян Потом они уже создали комедий-клуб У меня такое ощущение, что мы так много друг другу хлопали сегодня Чтобы минута 15 уже задержали смысловой разговор, который хотелось бы А так я занимаюсь Я из банкер Закончил карьеру, потому что понял, что банковского бизнеса не будет Получившись вместе с Герман Осковичем в Стэнфорде На тему будущего Поэтому инвестирую только в образование, в образовательные проекты И иногда в рестораны Потому что люблю покушать и встречаться в ресторанах А образовательные проекты это то, что меня самого образовывают У меня нет бизнеса, поэтому на... А мой сосед слева сказал, что у вас нет... Ну, как бы все бизнесы, они с партнерами Поэтому не я, а мы Вот слово мы, наверное, я сегодня буду развивать Видели вы когда-нибудь зоны некомпетентности у своих партнеров Либо в команде, где вы работали Либо наоборот, какие-то базовые стратегии Которые люди просто не осознавали Но это существенно останавливало скорость развития Словно зоны воспринимаю немножко по другому Я не могу понять, что такое зона некомпетентности Итак, я всегда говорю, что лучше читать художественную литературу Нежели бизнес-литературу И так как я со многими работал, в том числе и со бизнесом и так далее То есть, если вы будете читать психологию, будете читать философию И именно брать матчасть, которая, так сказать, основа всей этой бизнес-литературы То, наверное, некомпетенции или зона этих будет все меньше и меньше Потому что каждый раз, слушая разных лидеров Ты не имеешь собственного мнения, ты начинаешь кого-то копировать А то, что вы говорите, это программное обеспечение Мы как пиороботы в себя впитываем В психологии это все описано Можно прочитать очень неплохую книгу Он сейчас транзактный анализ Эрика Берна И там все сценарии описаны Включая 12 детских запретов У меня детский запрет не будет значимым Для меня выйти на сцену было очень сложно Они формируются с самого раннего детства И это входит в бессознательное И, соответственно, вы эти сценарии проигрываете в будущем Один из таких запретов называется не будь близким И это можно видеть, можно назвать зоной некомпетентности Но здесь немножко слово «компетентность другая» В 9 месяцев ребенок начинает осознавать, что он не единое целое с матерью И вот если после 9 месяцев вы начинаете И мать начинает часто оставлять ребенка одного Может возникнуть такой страх потери близкого И это входит в бессознательное Это входит и становится такой запрет не быть близким Вы вырастаете и создаете бизнес Начинаете говорить о партнерстве Что происходит дальше? Я начинаю с вами сближаться И в этот момент у меня врубается программа бессознательная Я начну вас бросать, чтобы, не дай бог, вы меня не бросили Потому что это очень больно И это происходит на бессознательном уровне Поэтому там, понимая, как работают эти сценарии Или просто прочитав греческую мифологию Где многие сценарии уже заложены Человеческого поведения Будет легче понимать, что делает ваш партнер Или не делает Плюс я всегда не за лидерство Вот мне эти лидерские, все эти дарно-обляющие истории Уже остаться четверо Я сколково борюсь со многими программами лидерскими Потому что я не за лидерство одного человека А я всегда говорю, что где-то есть второй Есть пара Игорь, кто-то вспомнил, книжку, которую я ему подарил Называется «Консильерия» Это единственная книжка, которую я нашел на рынке Которая говорит о вторых людях Поэтому пришлось писать собственную Все никак не допишу Вместе с моим тандеми Мы новое слово придумали, тандеми Мы пишем книгу «Тандемократия» Мы за тандем Всегда где-то есть второй Каждый из вас, не один создавал бизнес Кто-то был рядом Часто эти кризисы, о которых только что говорил я В 41 год и так далее Возникают при потере Своего тандема И тут кто-то появляется Вы только что это описали И пошла энергия Тандем Это то определение, которое хочется ввести в парные отношения Потому что мы называем парные отношения Там ты мой друг Или ты мой партнер Или ты мой союзник Или ты супруг Или супруга А мы хотим внести новое понятие Тандеми Ты мой тандем Это человек, с которым вместе нас прет У нас происходят чудеса внутри И мы создаем вместе что-то И мы очень часто путаем друга Тандеми Партнера Акционера У тебя есть партнер? Да Начинаешь копаться Это не партнер, это акционер Партнера немножко другой Начинаешь еще копать Понимаешь, что вот там партнер Но не тандеми От него нету той энергии, которая была Плюс, если изучать немножко психологию Человек в процессе жизни меняется Это то, что в обычной жизни называется характер поменялся Или когда мы преподаем Такую дисциплину, как коммуникация Мы делаем всю механику коммуникации Называется процесс коммуникающий модел Вот Айби Геллер Человек, который когда-то Консультировал и Билла Клинтона И его семью И придумал саксофон И в принципе без его тренингов Ни один астронавт НАСА не вылезает в космос Потому что там ты в этой ячейке Должен как-то коммуницировать Так вот Мы когда это преподаем Мы в том числе рассказываем Вот эту смену фазы Когда человек находится долго В кризисе и в стрессе Он может поменять фазу А именно характер поменялся То есть у него возникают другие психологические потребности Был один человек Вдруг ты его там не встречал Раз и абсолютно другой А что произошло? Мы и это рассказываем Тогда вы понимаете, что да Вы делаете бизнес Попадаете в кризис Человек поменялся И ты понимаешь, что с ним произошло А не выкидываешь его Из компании Из партнерства И в принципе Говорит о том Что партнерство Вот зона некомпетенции То, что я вижу Прогоняя очень много студентов Веб-сколок и так далее Зона некомпетенции вообще В нашей стране Это отсутствие понимания Как создавать партнерство Как они работают Какова механика И не адвокатов нанимать А модераторов Которые смогут любой спорт Все-таки вывести На нормальный Плюс-плюс Или окейный уровень И тогда у вас бизнес будет там Переть или оставаться в стабильности Главное вас будет береть От этого бизнеса Вы будете получать От этого удовольствие А не то, что Вперед-вперед Там лидерство Марафоны бегать Кто бегает в марафоны? Я ненавижу спорт Я уже дедушка У меня есть внук Я не люблю спорт При этом, когда я спрашивал А что происходит дальше После марафонов Аэроменов Там есть три путя Один путь Это начинают плавать Типа Ла-Манш Перепутать Второй путь Это горы Эвересты Покорять Третий путь Это какие-то мега-марафоны Там в пустыне Или еще что-то Я говорю А дальше что? А дальше лет лечиться Поэтому если вы бегаете Бегите в кайфон Но поймите Почему вы начали бегать Может отсутствие Тандемов Отсутствие людей Которые рядом с вами И помните Что у Цезаря Всегда был кто-то Раб Который говорил ему постоянно Ты человек И вторая зона Некомпетентности Это то, что я наблюдаю Это нарциссизм Но с психологической точки зрения Нарциссы Они выжигают вокруг себя Все И очень много нарциссов Я вижу В нашем Российском бизнесе Там ни о каком партнерстве Говорить Невозможно Поэтому Долгожители И все исследования показывают Не те что бегают А у кого много друзей Много тандемов Много партнеров Они живут дольше Поэтому мы На длину жизни Не можем повлиять Но на ее ширину Точно можем Чего вам Желаю Спасибо большое Собственно Я резюмирую Наверное в том Что мало Кто Создавая свой бизнес И не имел опыта Партнерства Осознает Какой потенциал Может дать Успешные тандемы При этом Как показывает практика Это не всегда Про партнеры На уровне акционеров Компании Это могут быть В вашей команде Люди Которые всегда На бэке Мне очень понравилось Ваше выражение Что Первый никогда Не смотрит назад И они на самом деле Туда довезут Поэтому Там все Намного интереснее Приходите Учиться Спасибо Маленькая рекламная пауза Продолжение следует...